Сегодня, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников – Национальный день донора. И, в общем-то, этот праздник посвящен донорам, людям, которые сдают свою кровь во благо совершенно незнакомых людей. Но также он посвящен и врачам, которые работают в службе переливания крови. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Продолжение следует... Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Сергей Кузнецов, директор Самарской областной клинической станции переливания крови. Добро пожаловать. Добрый день. Мы говорим о донорстве. И вот этот праздник, 20 апреля, который отмечается сегодня, насколько я понимаю, он ведь недавний, да? Праздник появился в 2007 году. В честь давнего события, в 1832 году, 20 апреля, молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с акушерским кровотечением. И вот, так сказать, в 2004-м был, так сказать, объявлен Международный день доноров в честь дня рождения Карла Вайнштайнера, который, так сказать, впервые, так сказать, решил вопрос с группами крови, да? А мы решили, так сказать, в 2007-м вспомнить, а что, так сказать, в российской истории касается, так сказать, вот переливания крови. И вот решением Ассоциации трансфузиологов был предложен вот такой... Уже национальный праздник, да? Да, национальный праздник. Сергей Иванович, ну вообще-то вы же его как-то отмечаете, этот праздник? Конечно, как любой праздник, как многие праздники, так сказать, Новый год, 8 марта, 23 февраля и, естественно, Дни донора. То есть, вот день, всероссийский День донора и интернациональный День донора мы отмечаем. Это создается атмосфера праздника на станции. Да, как сегодня день у вас прошел? Приходили люди, фотографировались в специальных, так сказать, местах для фотографий. Мы, так сказать, формируем именно в такие праздничные дни для того, чтобы оставить память на долгие годы. Кто-то первый раз, кто-то неоднократно, значит, отмечали, как они любят быть донорами, как они любят Самару. Поэтому вот такие, ну и небольшие подарки. И, естественно, так сказать, отметились и руководители здравоохранения. Но приходят же не просто поздравиться и сфотографироваться, еще и кровь сдают, правильно? Естественно, в этот день многие, так сказать, сдают кровь и количество людей, оно больше, чем в обычные дни. Вот, то есть мотивация все-таки есть, чтобы получить подарок. Вот такие цифры нашла, что ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. И вот одной только Москве ежедневно требуется более чем 200 литров донорской крови. И более 30% крови для Москвы поступает из других регионов. Ну, собственно, если даже здесь какие-то расхождения есть в цифрах, неважно, я вас как раз хочу спросить, достаточно ли в Самаре доноров, чтобы обеспечить все потребности. Да, доноров у нас достаточно, цифры я могу сказать. Количество доноров, ну вот в 22-м году было 27774 человека сдали кровь, и эта кровь была использована. Количество донаций было 67834, то есть каждый сдал, некоторые сдавали не один раз, а два, три, четыре, пять раз и больше. Компоненты крови, например, тромбоциты можно сдавать значительно чаще, и плазму можно сдавать значительно чаще. Значит, на территории Самарской области, значит, было проведено 98493 трансфузии компонентов крови, то есть компоненты крови перелили 32 048 человекам. Это нашим самарским жителям? Нашим самарским жителям Самарской области, то есть, например, как людям, находящимся на лечении. Ну, на территории хотя бы нашего региона, да? На территории в лечебных учреждениях Самарской области. 32 048. Ну, учитывая, что ежегодная госпитализация около 700 тысяч человек, ну, вот, ну, это самые тяжелые пациенты, вот, и, соответственно, там онкологические больные после травм, родовое кровотечение и некоторые другие состояния, когда, так сказать, компоненты крови людям нужны по жизненным показаниям. А кто эти люди, вот, все эти ваши 27 тысяч, ну, какого возраста это люди? Это люди больше работающие или студенты? Вот есть какая-то картинка самарского донора? Да. Картинка самарского донора. Ну, во-первых, в соответствии с законодательством донора может быть человек после 18-летнего возраста. Вот. Верхняя граница не ограничена. Если он здоров, у него нет хронических заболеваний, нет противопоказаний по состояниям, значит, быть донором, то эти люди, так сказать, участвуют в донорском движении и продолжают сдавать кровь. То есть я знаю лично людей, там, в районе 70 лет, которые сдают кровь постоянно два-три раза в год. Ничего себе. То есть поэтому, как бы, вот. Но, естественно, это уникумы, это отдельные, так сказать, доноры, на них мы не можем строить, так сказать, свою политику. Основные, у нас, как говорят, два пика. Это, значит, 20-27 и 35-45. Вот два таких больших пика, так сказать, доноров, которые, так сказать, сдают кровь постоянно, неоднократно. С другой стороны, мы постоянно привлекаем новых доноров, потому что, к сожалению, люди уезжают, заболевают, вот, и эти болезни будут являться противопоказанием для сдачи крови. И поэтому мы постоянно привлекаем новых доноров. Около 5-6 тысяч человек ежегодно становятся впервые донорами. То есть у вас, в общем-то, текучка, да, в хорошем смысле слова? Ну, в хорошем смысле мы привлекаем новых доноров постоянно, потому что, к сожалению, я говорю, в выбытии доноров тоже происходит. Вот для того, чтобы это предотвратить, чтобы был постоянный, как бы, такой потенциал, мы привлекаем новых доноров. А вот вы же, ну, все равно считаете объемы крови и ее компонентов, которые проходят через станцию, а эти цифры, они годовые, ежемесячные или ежедневные? У нас есть государственные задания, да, за которые, так сказать, нам платят бюджет для того, чтобы обеспечить лечебные учреждения Самарской области. И некоторые организации, то есть частные, которые участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий. Общий объем, так сказать, крови в пересчете, то есть мы сейчас цельную кровь никто не переливает. Переливают эритроциты, плазму, тромбоциты. В разных комбинациях там есть отмытые эритроциты, есть лейкоциты, не лейкоциты, извините, тромбоциты, есть из дозы крови, есть аппаратные, плазмы, есть свежезамораживающие. У нас по действующему приказу более 47 компонентов обозначено. Мы заготавливаем, мы можем заготавливать все, но на сегодняшний день у нас востребованы порядка 17 позиций, и мы их все заготавливаем. Там есть разные коэффициенты пересчета, суммарно мы в 1922 году заготовили 47 тонн в пересчете на цельную кровь. Много это или мало, могу сказать. Мы заготавливаем больше, чем Армения, больше, чем Азербайджан, больше, чем Нидерланды, больше, чем Дания, больше, чем Эстония, больше, чем Бутан. А почему? Больше, чем Швейцария. У нас задания больше? У нас задания больше. Здесь еще от многих моментов зависит от технологий. На сегодняшний день весь мир перешел так называемой с бережливым отношением к крови. Мы на сегодняшний день тоже перешли к этому. На сегодняшний день объемы перелитой плазмы по сравнению, даже если мы возьмем начало 2000-х годов, даже 2010-й, объемы переливаемой плазмы уменьшились в разы. А количество эритроцитов переливаемых увеличилось. Правда, не в разы, но где-то в полтора раза. Количество тромбоцитов, которые мы переливаем, увеличилось кратно. Если брать 2010-2012 год, то в несколько раз. Если брать, каждый год нарастает по 15-20%. Тромбоциты – это высокотехнологичный такой компонент крови, который необходим в первую очередь при тяжелых кровотечениях для их профилактики или, так сказать, лечения. Это вот акушерские кровотечения в родах, когда там много переливается, или онкологические болезни. И поэтому, так сказать, вот это востребовано. Чем эффективнее химиотерапия, тем больше тромбоцитов нужно переливать. И цифры, которые потребляются у нас с онкологическими больными, растут с теми же объемами, с которыми растет эффективная химиотерапия наших жителей. Вот вы назвали 17 компонентов основных, которых вы заготавливаете. Но ведь, наверное, для того, чтобы их выделить, требуется какое-то сложное оборудование. И вот я бы как раз хотела, чтобы мы сегодня не только о донорах поговорили, но еще и о людях, которые работают у вас, которые, конечно, заслуживают, особенно в этот праздник, чтобы о них тоже рассказать. Как у вас обстановка вот с этим сложным оборудованием и с людьми, которые, это же нужно определенной компетенции иметь для того, чтобы это делать, да? Совершенно верно. У нас на станции, значит, я могу так сказать, в 2019 году было принято решение об объединении двух станций Тольяттинской с Сызранским филиалом и Самарской в единую организацию. В начале 2000-х годов, если говорить, то у нас было 7 станций по городам и свыше 20 отделений переливания крови. Они заготавливали мало, не очень хорошо, вот, и поэтому было принято решение о централизации, о внедрении принципов эффективных, эффективной заготовки, была внедрена карантинизация плазмы. Одна из первых в стране были внедрены принципы обработки компонентов крови вируса на активация, что возможно было только при вот определенной централизации. Ну, наконец, вот, в 2019 году завершилась централизация на уровне единого одного, так сказать, учреждения на субъект. Я могу сказать, что практически в 90% субъектов, ну, кроме за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в основном представлена служба переливания крови одним, одним, так сказать, учреждением. То есть мы пришли к этому. То есть у нас единый принцип, хотя три точки заготовки, по-прежнему это Сызрань, Тольятти и Самара. Вот, но, так сказать, принципы общие. На сегодняшний день мы занимаемся централизацией лабораторной службы для того, чтобы оптимизировать, ну, в том числе и расходы, несколько уменьшить. Да, это высокотехнологичное лабораторное оборудование. Да, это высокие технологии при обработке компонентов крови, в том числе вот вирусом активации проводится. Она была проведена, одна из первых, первая в России в 2005 году нам был поставлен аппарат для вирусом активации тромбоцитов и плазмы. И мы ее применили, и как бы после этого эту аппаратуру стали возить в целом, так сказать, по России. Ну, вот как-то так. Ну, а достаточно на сегодняшний день, и потом оборудование медицинское, оно же... Устаревает. Очень быстро устаревает, и очень быстро появляется новое. Да, мы потихонечку меняем. Последняя программа была реализована в 2013 году, федеральная программа, 2013-2014 год. Мы самостоятельно в течение последних трех лет, значит, приобрели несколько высокотехнологичных аппаратов за собственные средства. И, ну, в ближайшее время ожидается новая федеральная программа, которая позволит нам, что называется, восстановить, заменить то оборудование, которое, ну, выработал свой ресурс. Смотрите, ну, а кровь – это все-таки богатство наше каждого человека, да, очень дорогое. И, приходя сдать ее на благо других людей, человек должен был быть уверен полностью, что он придается в руки профессиональные, надежные. Вот в этом смысле могли бы объяснить? Мы можем сказать, что среди, так сказать, доноров проводились социальные опросы, социологические, прошу прощения, опросы, какие есть, ну, что называется, страшилки, да, у доноров. И одна из страшилок – это возможность там заразиться, вот, что при переливке, при сдаче крови их могут заразить, вот. Но эта позиция в течение последних, там, 10 лет с 2007 по 2017 уменьшилась, там, в 4 раза. И там занимает на сегодняшний день где-то порядка 10-12. Да, не так страшно стало. Да, не так страшно. Люди, что называется, познакомились. Сейчас донация, то есть сбор крови, сбор компонентов крови производится в разовые, так сказать, медицинские девайсы. Вот, это, так называемые, там, мешки, забор даже в рамках проведения анализов – это разовые иглы, это автоматизированные комплексы, где нет присутствия даже человека. На сегодняшний день мы внедрили даже, там, лазерное, так сказать, взятие крови. То есть пробивается кожа, и после этого, там, забирается кровь, лазерная пробивка, то есть это вообще не разовое какое-то, там, вот, медицинское копье, да, вот, а именно, ну, лазерным лучом, то есть это тоже, тоже, тоже делается. Да, то есть поэтому, как бы, вот, мы стараемся быть на передовых рубежах и обеспечивать безопасность для доноров. Скажите, а вот сам процесс забора крови на разные компоненты, он как-то отличается между собой? Да, несколько отличается. Значит, можно сдать просто кровь, это примерно 450 миллилитров, значит, по медицинским показаниям считается, что кровопотеря меньше, вернее, 500 миллилитров и меньше, не является показанием для нахождения в стационаре. То есть если, вот, там, даже, ну, там, травма какая-то и так далее, если человек потерял меньше 500 миллилитров, то это не является показанием для нахождения в стационаре. Соответственно, донации в объеме 450 миллилитров, ну, и там примерно 20 миллилитров на анализы, то есть это тот объем, который не влияет на состояние здоровья человека. Именно он и сдается каждый раз. Именно он и сдается. Это в целом кровь. Но можно сдать отдельно плазму, отдельно тромбоциты, отдельно эритроциты. В последнее время мы отдельно эритроциты не заготавливаем, там, по разным основаниям нет такой востребованности, и плюс это, как бы, достаточно дорогостоящая процедура. Есть возможность реализовать ее более, так сказать, дешевыми методами, поэтому мы от нее пока отказываемся. А вот тромбоциты и плазму, да, можно заготавливать. Сдача плазмы – это свыше 600 миллилитров, хотя на сегодняшний день есть разрешение Минздрава, методические рекомендации о возможности сдачи до одного литра плазмы. Технологически это возможно, но на сегодняшний день не особенно востребовано, потому что с целью клинического применения достаточно 650 миллилитров. А вот для промышленного производства, да, там были бы востребованы большие объемы, к этому мы идем, но пока на сегодняшний день пока не применяем. И тромбоциты тоже можно сдать, сдается аппаратно, там это, значит, занимает процесс около часа-полутора, в зависимости от того аппарата, и сколько доз можно сдать одновременно. Там сдается от двух до трех доз за, так сказать, один сеанс. Ну, как-то вот так. Ну, а вот человек, приходящий сдать кровь, может же не знать о каких-то заболеваниях, которые у него есть, о каких-то противопоказаниях. Каким образом это выясняется? И как вы делаете безопасной вот саму эту сданную кровь? Понятно. Значит, во-первых, прием врача, терапевта, который, что называется, осматривает, расспрашивает. Это позволяет отсечь, что называется, 98% противопоказаний, плюс вес, если недостаточный, меньше 49 килограммов, или ожирение, когда там, так называемый, коэффициент больше 40, то есть, ожирение высокой степени является также противопоказанием. Это все видно, взвешивается, рост весовой показателя рассчитывается. И, наконец, исследуется кровь на так называемой гемотранспенсивной инфекции. Это, ну, самое главное противопоказание. Это ВИЧ, гепатиты В и С и сифилис. Для этого специальная аппаратура, и как бы человек может не знать, вот, но, соответственно, мы это исследуем и гарантируем, что в этих компонентах нет вирусных частиц. При этом используется не только метод ИФА, но и метод ПЦР, когда определяются, собственно, вирусы. Шесть вирусов на литр – та граница, которую, так сказать, мы отсекаем, да, то есть, меньше, ну, это уже совсем, так сказать, чудо из чудес, вот, поэтому вот как-то так. То есть, это те требования, которые, так сказать, существуют в службе крови. Я посмотрела на вашем сайте, в ваших новостях, увидела такое выражение, как «весенний экспресс», «весенний донорский экспресс», и я так понимаю, что это какие-то акции корпоративного донорства? Или что это? Да, у нас вот в последние годы, начиная с 2012 года, станция заключает, служба крови заключает такие долгосрочные договора. У нас есть специальная машина, вот, модуль, с которым мы выезжаем, и там проводится, так сказать, забор крови. Потом вот, ну, к сожалению, вот последние, 20, 21, 22, у нас были ограничения по ковиду, вот, если их не будет, соответственно, у нас выезды в студенческие городки или, собственно, университеты. Университеты, опять-таки, это весна и осень, то есть это май, июнь и сентябрь, начало октября. Студенты, наверное, активно сдают, да? Все сдают активно. И еще я видела, что вы также у себя на сайте пропагандируете здоровый образ жизни, что, наверное, в общем, с одной стороны неудивительно, с другой стороны вам дополнительная нагрузка. Ну, я могу сказать так, что здоровый образ жизни сейчас рекламируют все лечебные учреждения, это, как бы, является частью нашей работы, частью нашего государственного задания. С другой стороны, как бы, в донорстве это отдельно, дополнительно, что называется, донор здоровые люди, есть ограничения по донорству, то есть они абсолютно должны быть здоровыми. Ну, и, соответственно, мы, как бы, вот это поддерживаем, пропагандируем, в том числе, там, отказ от курения, от алкоголя и так далее, и так далее, что позволяет донорам продлить свой, так называемый, донорский возраст. С другой стороны, само донорство положительно воздействует на здоровье, то есть это было доказано в исследованиях, что донорство является определенной тренировкой для организма. И если нет сопутствующих заболеваний, противопоказаний, то сдача крови является вот таким дополнительным стимулом для, ну, что называется, для здоровья, то есть определенным образом развивает. То есть не обязательно несколько часов провести в спортзале, да, можно пойти сдать кровь, правильно я понимаю? Ну, не надо заменять одно на другое, вот, но, да, донации являются в какой-то степени стимулированием, в частности, развития кроветворения, поэтому это, да, в какой-то мере соответствует, в том числе, физическим нагрузкам. Ну, смотрите, с течением каких-то настроений в обществе, событий происходящих, наверное, же у вас тоже кривая вот этого донорства, она, ну, не идет все время прямой линией, да? Совершенно верно. И, наверное, вы все время работаете над тем, чтобы как-то привлекать новых доноров к себе. Да, я говорил о том, что мы ежегодно привлекаем более 6 тысяч новых доноров, вот, это первое. Второе, значит, начиная с 2014 года на уровне России был внедрен на всех станциях, во-первых, у всех станций есть свои сайты, плюс они переключаются на Федеральное медико-биологическое агентство, так сказать, как ведущую организацию, отвечающую за, так сказать, службу крови России, и там есть так называемый донорский светофор, где отражается, значит, потребность конкретной станции в той или иной группе крови с определенным резус-фактором. И там есть, бывают красные, бывают желтые, бывают зеленые. Зеленые – это достаточно, и поэтому такие доноры могут не приходить сегодня, там, завтра. Там, где красные, мы ждем этих доноров с приходом. И, ну, как бы, не стоит переоценивать вот этот так называемый красный цвет, потому что он бывает периодически, да? И, так сказать, это просто стимул для нас и знак для доноров, что нужно приходить. Ну, а вот смотрите, в случае каких-то, ну, экстра-таких критических событий, как, например, вот была стрельба в школе в Казани, есть ли смысл, когда что-то эдакое происходит, приходить, выстраиваться в очередь и стоять просто самостоятельно ждать, желая сдать кровь? Я могу сказать так, что у нас есть взаимодействие с донорами как в интернет-пространстве, так и по СМС, и по телефону. То есть, если необходимость донорской крови возникнет, у нас есть возможность привлечь доноров для, так сказать, донации. У вас есть каналы коммуникации. Да, каналы коммуникации существуют. И, ну, как бы, если не дай бог что-то там случится, вплоть до обращения на телевизор. Когда, по-моему, в последний раз, это был 2006 год, когда у нас тут неудачная посадка самолета, и было обращение к донорам, так сказать, прийти и сдать кровь. И там пришло более, там, 200 человек. То есть, у вас такая надежная армия за плечами, да, в виде наших доноров. Сергей Иванович, а вот сейчас идет год наставничества, и я как раз вот хотела в связи с одним из этапов привлечения доноров новых, вы как-то вот в этом ключе работаете? Есть у вас такие задачи? Да, мы работаем, мы разрабатываем определенный такой творческий проект, который, ну, что называется, позволит работать и с донорами, и с добровольцами, которые работают в донорском движении по привлечению новых доноров. Пока еще концепция у нас там вырисовывается, конкурс проводится Федеральным медико-биологическим агентством. Результаты будут подводиться осенью, у нас есть еще время, вот, поэтому мы пока общие концепции вырабатываем, но к концу года, я думаю, можно будет рассказать об успехах. Я могу сказать так, вот, с удовольствием, что в течение последних 10 лет мы ежегодно участвовали вот в таких творческих проектах по развитию донорского движения, и Самарская областная клиническая станция переливания крови, что называется, всегда была в тройке лучших, даже не в пятерке, а в тройке. Вот, поэтому мы ожидаем, что и в этом году мы сможем творчески поработать и получить хороший результат. Я думаю, что я могу от лица наших зрителей, в том числе, поздравить вас еще раз с сегодняшним праздником и пожелать удачи и исполнения вот всех ваших этих планов, задач, поскольку все это очень важно для спасения жизни людей. Будем стараться, спасибо. Увидимся с нашими зрителями ровно через неделю. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»